всем привет это канал moto sancho и мы сегодня будем заниматься ураловским маховиком а именно я хочу попытаться достать старые пальцы сцепления а на их место установить новые давайте для начала разберемся в чем вообще суть проблемы и почему эти пальцы понадобилось менять при работе двигателя вращение от коленвала ну и собственно маховика передается этими пальцами на остальные диски сцепления стальные диски сцепления в свою очередь за счет трения передают усилия на фрикционные диски а те через шлицы первичного вала коробки передают вращение дальше раз есть усилия то со временем появится и выработка на дисках сцепления она проявляется в виде овальности отверстий под пальцы а на самих пальцах появляются ступеньки вот у меня сейчас эта ступенька составляет где-то пять десяток и это может привести к перекосу и затрудненному выжиму сцепления а чтобы этих неприятностей избежать я предлагаю поставить новые пальцы установлены пальцы в маховик с достаточно серьезным натягом поэтому мне пришла в голову идея сыграть на разности температур сам маховик я нагрею а пальцы постараюсь остудить и потом по ним немножко постучать греть будем с помощью паяльной лампы градусов до 200 250 а вот когда-то один из этих пальцев у меня выпрессовался сам на ходу появился стук в сцеплении разборка показала что он просто болтается и я его тогда забил и вот так неаккуратно раскирнил с обоих сторон здесь и здесь надеюсь что новый палец в этом отверстии держаться будет как проверить плюнули хорошо шипит значит хорошо горячий одеваем перчатки пока вся эта наша болванка прогрета надо успеть выбираем любой палец берем шприц один кубик обычной воды и внутрь пальца и и выдавливаем она испаряется тем самым палец сейчас остывает вот она у нас кипит запомнили внимательно какой именно палец берем выколотку что не работает моя система попробуем остудить еще не работает ладно пускай остывает будем пробовать другой способ для второго способа нам понадобится старый поршневой палец ураловский шпилька длиной около 70 миллиметров с одной стороны резьба должна быть мелкая чтобы она могла вкручиваться в наши пальцы гайка несколько шайбочек выколотка молоток и гаечный ключ принцип такой шпильку мы вворачиваем в палец который хотим выпрессовать насколько получается вворачиваем не критично сюда одеваем брошневой палец укладываем толстую прочную шайбу еще одну чтобы легче все это дело работало и закручиваем гайку теперь гаечным ключом необходимо создать натяг вот шпилька пошла вворачиваться в палец затягиваем насколько нам хватает сил затем укладываем маховик на край стола так чтобы вся наша стяжка висела в воздухе ни во что не упиралась устанавливаем выколотку и делаем несколько ударов затем переворачиваем и подтягиваем гайку еще снова укладываем и снова несколько ударов и еще чуть-чуть подтягиваем гайку как видите с каждым разом она по чуть-чуть по чуть-чуть идет я уже сейчас могу сказать что палец опустился ниже уровня маховика то есть процесс пошел с места мы его сорвали а вот и ваш палец каких-то 34 минуты работы и палец мы из маховика выбили теперь надо достать все остальные после того как все пальцы выбили можем немного почистить маховик проволочным ершом внешний вид его после чистки сразу стал как-то свежее и приятней исчез этот ржавый налет и теперь можем приступать к установке новых пальцев сцепления вот важно постараться забить новые пальцы на ту же глубину на которую были забиты старые при этом все новые пальцы должны попасть в один уровень чтобы при установке верхнего диска его не перекрашивала не выгибала какой-то волной для этого я думаю поступить следующим образом возьму два деревянных бруска на них уложу металлическую пластину в данном случае это какой-то старый промежуточный диск сцепления и сверху укладываю маховик так чтобы отверстие в которое мы будем устанавливать палец перекрывалась этой пластиной палец будет заходить до упора в пластину упрется дальше не пойдет а поскольку толщина маховика у нас приблизительно одинаково длина пальцев тоже приблизительно одинаково следовательно и выступающая высота будет по всем пальцем приблизительно одинаковой позже мы ее проверим ну а перед тем как приступить к установке пальцев маховик снова надо нагреть пока греется паяльная лампа расскажу чем же мы будем пальцы забивать это что от амортизатора днепра или урала на эту резьбу отлично накручивается палец сцепления здесь была небольшая ступенечка и чтобы от этой ступеньки избавиться я напрессовал сюда две внутренних обоймы от каких-то мелких подшипников в принципе подойдут и любые гайки или кусочек трубы металлической да все что угодно главное чтобы был хороший упор в палец на улице уже совсем стемнело давайте быстренько снова прогреем маховик укладываем его на стол наживляем первый пальчик а на пальчики я хочу нанести немножко резьба фиксатора чтобы они сидели все таки надежно обезжирили каплю фиксатора аккуратно нанесли размазали сейчас он сработает как смазка когда застынет будет крепко держать слушайте вообще не понадобилось стучать я так хорошо прогрел маховик что вот просто палец вставился сам абсолютно легко и свободно второй пальчик фиксатор так упор там есть но здесь уже не тоже входит проверяем почти ну и собственно вот так устанавливаем все остальные пальцы снизу вровень с маховиком идея была хорошая если честно я так и не понял почему она не совсем правильно сработала в горячий маховик я установил все пальцы выровнял их по тыльной стороне маховика и сразу начал проверять высоту со стороны сцепления и оказалось что высота это плавает в пределах 6 7 десяток я решил что это много и начал осаживать какие-то пальцы осадил какие-то наоборот с обратной стороны поднял добился одинаковой высоты сейчас она составляет 13,2 миллиметра на всех может быть разбежка в какие-то сотки есть но она уже погода не делает когда перевернул на обратную сторону оказалось что какие-то пальцы немножко выступают какие-то наоборот осажены в итоге зачистил с обратной стороны все болгаркой сейчас маховик уже остыл пальцы надежно обжались сидят с хорошим натягом я доволен сделал сегодня большое дело надеюсь это видео будет кому-то полезно не забывайте ставить лайки жду ваших комментариев а сейчас закончу всем спасибо что смотрели всем счастливо пока